Итак, добрый вечер. Мы с вами начинаем семинар на тему автоматический запуск макросов в Microsoft Excel. Меня зовут Завьялов Андрей Николаевич, я преподаватель Центра Специалистов, ну и в частности в нашем центре ведут такие занятия по курсам, связанным с макросами на VBA в среде Excel. То, что мы будем здесь разбирать, это тема, которая кратко у нас в каком-то виде захватывается на курсе пятого уровня Цель, но в данном случае я хочу взять отдельно только вот этот вопрос и рассмотреть его в самых различных вариантах. Думаю, что это будет отдельный, ни с чем не связанный материал. Интересно будет с этим потом попробовать поэкспериментировать, потому как вот эта вот возможность автоматизировать запуск макросов и не привязывать их к кнопочкам, она действительно открывает самую разнообразную такую фантазию, как это применить. Вы можете даже и не предполагать, что это интересно так было бы использовать, поэтому вот обсудим, что у нас есть, какие возможности для этого существуют. Что конкретно, а мы с вами посмотрим, разберем сегодня на этом семинаре. Значит, это, собственно, два вопроса. Первый – это каким образом задействовать процедуру обработки событий для автоматического запуска макросов. Причем эти процедуры обработки событий будут связаны не с некими кнопочками, что, в общем-то, более привычно, более типично, а с событиями в целом рабочей книги или какого-то конкретного рабочего листа. Второй вариант, ну, здесь я думаю, что чуть-чуть покороче будет просто за счет небольшого времени у нас семинара. Мы обсудим о программировании запуска макросов по расписанию. Покажу саму идею. Объясню, с чем связано, что это будет в кратком виде. Дело в том, что когда я готовил этот семинар, то рассчитывал на регламент в полтора часа, то есть два академических часа. Оказалось, что у нас по длительности это будет в два раза короче, а поэтому какие-то вещи я буду рассказывать в целом идею, а потом вы сможете, если заинтересуете, с этим поэкспериментировать самостоятельно. Будете успевать за мной выполнять какие-то упражнения очень хорошо. Я их специально подготовил, совсем несложные. Ну, а если что, файл, который я буду демонстрировать с моими выполненными упражнениями и примерами, я его выложу в личном кабинете. Можно скачать, еще раз проверить. Ну, и какие-то мысли, идеи по ходу дела будут возникать, пожалуйста, все это пишите мне в чат, какие-то вопросы. Мы в конце семинара оставим немножко времени на это обсуждение. То есть у нас где-то минут 40-45, ну и вот мы последние минут 5-10 оставим на это дело. Хорошо. Что нужно будет для обсуждения вопросов? Я думаю, мы будем сразу пробовать различные приемы практически. Я хочу начать с следующего. Основную тему обозначить, каким образом в среде Excel уже созданные мной ранее максы или планированные, планируемые макросы запускать автоматически самыми разными способами. Покажу и типовые приемы, как это делается. Ну, это всем известные вещи наверняка. И кто у нас учится на четвертом уровне Excel, мы это с первого занятия уже делаем, какие-то кнопочки. А какие-то вещи буду рассказывать, которые не являются настолько распространенными, не все это используют, применяют. Ну и, собственно, вот как раз, что нам понадобится для этого, какой-то просто пустой Excel-овский файл. Я заранее уже создал. У кого нет, вы можете взять новую пустую книгу Excel и сохранить ее сразу в режиме, в формате с поддержкой максов. То есть это у нас, так, это я открыть выбрал, извините, сохранить как. Сохранить как, выбираете или книгу Excel с поддержкой максов, или двоичная книга Excel, xlsx. Как вы знаете, максы у нас при закрытии все удаляют, то есть ничего от них не останется. У меня такая книга уже создана, сейчас я ее здесь параллельно открою, буду сразу показывать, что имеется в виду. Итак, для начала, просто для разминочки. Я хочу создать простейший макрос буквально в одно действие, которое бы мне делало следующее. Ну, выводил обычный какой-то месседж-бокс там с приветствием. То есть даже никак он не будет связан у меня с действиями, с ячейками, с листами и так далее. Как это сделать? Я переключаюсь в окошко, вижу бысика. У меня, кстати, выключена панель разработчика, поэтому давайте-ка я ее включу. Обобщение, что здесь еще никто никогда не программировал, поэтому в ленте я настройку панели разработчик включу. Значит, ну или кнопочка Visual Basic, или Alt F11, переключаясь в редактор VBA. Здесь хочу создать просто обычный стандартный макрос. Такой же мог у меня и макро-рекордер сгенерировать. Это я использую Insert Module, вставляю пустой новый модуль. Название не принципиально, модуль 1, пускай будет. Команда Option Express тоже не особенно принципиальна. У меня в настройках редактора просто по умолчанию она включается. Сейчас она нам особенно никак не повлияет на наши примеры, можно не обращать внимания. И создаю процедуру, там назову ее, да как угодно. Ну, давайте называться по-английски. My Hello, скажем, это мой привет. И в ней, в этой процедуре MessageBox. Привет от макроса. На VBA вот такой вот будет написано. Как можно запустить данный макрос, данную процедуру? Ну, во-первых, прямо из редактора Visual Basic вот этой кнопочкой RAN запустился. Но это будет разработчик так запускать, когда тестирует выполнение процедуры. Пользователю надо сделать запуск из Excel. Visual Basic у него будет закрыт. А значит, как он это будет делать? Список разработчик зайдет, макросы вызовет. И вот тут название видно. Но это неудобно. Панель разработчик по умолчанию выключена. Пользователи ее не увидят. А идти в меню вид макросы и здесь вызывать этот список как-то далековато и неудобно. Плюс еще макросы здесь 50 штук. Ищи, какой нужно именно запустить. Что мы делаем в этом случае? Можем сделать следующее. Либо вывести кнопку для этого макроса, либо сделать сочетание клавиш. Сочетание клавиш настраивается вручную уже к готовому макросу. Вот тут параметры, сочетание клавиш и какой-то там Ctrl-M, например. Не знаю. Это английское M. Вот тут зависит от того, какого с раскладками клавиатуры. По умолчанию. Если русское, лучше русские сочетания-то используют. Даже срабатывать будет не только на одном языке. Ну ладно, M у меня, или, нет, давайте клавишу H. Вот такой. Ctrl-H. Хорошо. Нажимаю Ctrl-H. Сработал макрос. Но у меня английский язык стоит. Переключился на русский. Ctrl-H. Не, совсем не то запускает. То есть это действие стандартной команды. Опять путаница. Пользователь, конечно, может принаравиться к этому, но лучше кнопочка. Хорошо. Как кнопку сделать? Опять несколько вариантов. Можно расположить ее вот здесь в панели быстрого доступа. Или нарисовать прямо на листе. И тот, и другой вариант, опять-таки, думаю, вам знакомо, но повторится не лишний будет. Значит, если в панели быстрого доступа, то захожу настроить панель. Вот здесь вверху. Другие команды. И здесь выбираю раздел макросы. Макросы. А вот он, макросы, мои холлы. Эти, не трогай, это у меня из настройки какие-то подтянулись макросы, которые, в общем-то, не знаю, что из себя представляют. Не мое решение. Еще, что мне нравится, в панель быстрого доступа можно добавлять кнопку для всех документов по умолчанию. То есть она будет тогда привязана к настройкам на текущем компьютере. То есть в Excel будет эта кнопка висеть для всех файлов, но с собой ее никуда особо не скопируешь. Если же хотите, чтобы она была частью только этого файла, ну, пожалуйста, выбирайте, что это добавить в панель быстрого доступа для вашего файлика. У меня он называется для упражнений, для упражнений я. Добавляем макросы, ну, а пояснительный текст и картинку можно изменить. Вот выбрать здесь, ну, я не знаю, рожицу, я уже выбирал. Давайте, привет будет, вот у меня поросенок здесь нравится. А то-то напишу. Привет, окей, окей. Вот она, эта кнопочка с поросенком, которая выводит действие. Нормально, уже лучше. Правда, за нас никто эту кнопку не нажимает, но мы ее нажали, сами запустили. А если все-таки человеку неудобно, мне кажется, такая кнопочка, он мимо нее промахивается, или их слишком много, и в них тоже уже все запутались. Как вариант, вставляем кнопку прямо на лист. Это на вкладке разработчик. Кнопочка вставить. Я предпочитаю элемент управления формой, как более простой вариант привязки к готовому макросу. То есть там не надо ничего программировать, просто сослаться на имя макроса, который уже ранее был создан. Рисую кнопочку. Мне предлагают выбрать макрос, он у меня один единственный тут есть. Выбираю, окей. А на самой кнопке текст можно подписать там. Сок, привет. Нажал, сработало. Все окей. Вот это пока, то что я делаю, не относится к автоматическому запуску макроса. Это не сработает без действий пользователя, без щелчка мышкой именно по этой кнопке, или вот по этой кнопке. Без выбора из списка макроса и запуска его для выполнения. Что имеется в виду под запуском автоматическим? Например, такая вещь. Макрос срабатывает сам, когда я переключаюсь с одного листа на другой. То есть вот на этом листе у меня он работает, на вот этом нет. То есть как только я выбрал лист один, у меня тут же запускается макрос. Или этот макрос срабатывает, когда я открываю весь файл. То есть вот сейчас, если я экселевский файл закрою, при следующем открытии... Это он у меня? Да, по-моему, он. Не срабатывает же ничего саму, надо кнопку нажимать. А было бы здорово, если бы сработало. То есть это тоже относится к автоматическому запуску макроса. А еще интереснее, если бы макрос срабатывал сам в определенный момент времени. То есть я ему заранее указал, ровно в 18.00 запусти мне какое-то действие. Пожалуйста, наступил этот момент, он сработал сам автоматически. Вот это вот как раз и будет темой нашего обсуждения. Так, хорошо. Ну что ж, тогда смотрите, что мы с вами можем сделать для автоматического запуска. Первое, я хочу обсудить проблему выбора события для автоматического запуска макроса. Значит, это, во-первых, определиться, с чем будет связано это событие. В целом, с рабочей книгой или с конкретным рабочим листом. И затем уже обсудить события, которые наиболее часто используются для подобных случаев. Они у меня здесь выписаны, но я думаю, что в процессе обсуждения мы это обсудим. Значит, давайте как раз я переключусь сразу на Visual Basic, чтобы это показывать. В редакторе VBA для того, чтобы запрограммировать какие-то действия в целом для того или иного листа или для рабочей книги целиком, у нас есть возможность программировать в модуле этой книги или в модуле конкретного листа. То есть вот сейчас у меня создан и открыт модуль стандартный. Этот модуль привязан в целом к рабочей книге, но он является частью нашего проекта. А также есть модуль «Эта книга» или модуль отдельно для листа 1, отдельно для листа 2 и так далее. Вот сколько я тут листов сделаю, у каждого свой модуль. Туда также можно помещать программный код. Но здесь интересный момент. Если этот программный код будет привязан к модулю конкретного листа, при удалении этого листа пропадут и наши наработки. Поэтому я все-таки больше предпочитаю более защищенное место хранения тех или иных решений, а значит, это либо стандартные модули, либо модуль всей книги в целом. Это пропадет только при удалении всего файла, но тут все пропадет. Деваться некуда. Вот. Соответственно, если выбрать модуль этой книги, то посмотрите, что здесь мы имеем с вами возможность запрограммировать. Здесь, вверху, в выпадающем списке, есть название объекта Workbook. Объект Рабочая книга. И при выборе этого объекта справа откроется список всех событий, привязанных к Рабочей книге. Если то же самое делать на модуле листа, то там у нас объект под названием Workship, Рабочий лист. И список событий будет только для Рабочего листа. Событий для Рабочего листа меньше, чем для Рабочей книги. Больше того, события отдельного листа у нас дублируются для всей книги в целом. И поэтому там можно сделать более универсальное решение для всех листов, а не для каждого по отдельности. Но надо это продемонстрировать. Например, я выбираю вот такую вещь. Первый лист для начала возьму. Выберу здесь объект Workship, Рабочий лист. И он мне тут сразу предлагает некое событие Selection Change, которое я пока не буду задействовать. Я хочу использовать другое событие. Называется оно Activate. Вот знаете, сгенерируется вот такая процедура. Private Sub, Worksheet, Activate. Это процедура для объекта Рабочий лист, выполняемая, когда происходит активизация листа. Эту штуку я уберу. Что значит активизация листа? Да очень просто. Перемещение с листа на лист. Когда у меня лист становится активным, это и есть действие Activate. Когда уходим с листа, есть событие под названием деактивный. То есть это активизация листа. Вот я хочу, чтобы в этот момент у меня привезли какое-нибудь сообщение MessageBox. Вот. Что-нибудь типа «Привет, вот события». И я прям скопирую. Worksheet, Activate. Как проверить работу данной процедуры? Пожалуйста. Это у меня уже сделано. Теперь я переключаюсь в окошко и цель. И вот у меня, скажем, тут три листа пускают будут. Вот третий лист, второй лист. Спокойно хожу туда сюда. Первый лист, переключаюсь. Сработало это действие. Вот это вот как раз тот момент, когда сработает событие Worksheet, Activate. То есть получается, что, например, на каком-то очередном листе мне необходимо, чтобы, когда я туда перехожу, было все обновлено, сохранено или какие-то данные скопируются, или какие-то заголовки добавить. Да мало ли, что еще? Я там нафантазирую. Вот это можно сделать. Но обычно, очень часто, этим событием открывают какие-нибудь пользовательские форумы. То есть различные диалоговые окошки, вы скопируете, какие-то кнопочки в них становятся доступными только для этого листа. Но, оказывается, я могу запрограммировать аналогичное событие для всех листов. Одновременно, если это делать не на каждом листе, просто накопировать на второй лист, на третий лист таких же процедур, а воспользоваться модулем этой книги. В модуле эта книга обратите внимание. Я выбираю объект Workbook, а событие, которое мне нужно, называется ShitActivate. И тут, пожалуйста, я могу вывести сообщение аналогичное MessageBox, в котором будет написано тут уже привет от события. И я скопирую название ShitActivate. Проверим, в чем разница. Вот раньше у меня запускался макрос в переходе на лист 1, а теперь у меня запускается на любом листе Workbook ShitActivate, и здесь, и здесь. А вот на этом листе срабатывает сразу два события. Кстати, в каком порядке они работают, я даже не задумывался. получается, что первым срабатывает событие листа, а потом событие всей рабочей книги связанной с активизацией этого же листа. Но, как правило, обычно так никто не делает, потому что эти два события могут вступить в определенный конфликт, то есть возникло и то, и другое действие, зачем какие-то дубликаты нам задавать. А второй момент, это то, что вот я сейчас удалю лист номер один, это действие запрограмменно пропадет. Все, что в целом ко всей книге запрограмменно пропадать, никуда не будет. Поэтому, что я хочу сказать, вот если взять объект Workbook, то у него есть масса событий, у которых название начинается со слова шить лист. Вот им аналогичные события есть у каждого листа, только шить активы для рабочей книги называется там Worksheet Activate, Worksheet BeFord Delete, Worksheet Calculate, Worksheet Change и так далее. Собственно, у меня перечислены такие вещи вот здесь. То есть, или я делаю активизацию листа любого в рабочей книге, либо программирую активизацию рабочего листа конкретного. Пожалуйста. Обратите внимание на разницу между этими событиями. Там получается так. В событии, связанные с рабочей книгой в целом, ссылка на лист, с которым происходит данная операция, описывается аргументом. Вот это вот ше, но это от слова шить, наверное, сокращение, sObject, ссылка на объектную переменную, в данном случае это с ссылкой на рабочий лист. Хотите узнать, на каком именно листе произошли данные операции, то есть, произошла активизация. А можно эту информацию вывести сюда на баррес переносом. Сейчас сделаю здесь перенос на следующую строчку и напишу, что там был выбран лист. А дальше я хорошо знаю, что у объекта рабочий лист у нас есть свойство name, имя листа. То есть, пожалуйста, я могу ше.name вывести такую информацию. И знаете, что получается. Вот я перехожу, ой, не там, секунду, с листа на лист, он мне пишет, выбран лист, лист 2, выбран лист, лист 3, по-разному. Можно поменять им название, не так-то просто, но проба лист. Это лист проба, это лист из-за тест, еще какой-нибудь лист под названием проверка, пускай у меня будет. Естественно, мне очень здорово выводить эти сообщения, потому что мне надо окей нажимать, но просто так наглядно показать, что вот, смотрите, срабатывают эти события. Хорошо. Значит, пожалуйста, тогда второй вопрос. А можно ли сделать так, что у меня срабатывает действие определенное только при переходе на лист с конкретным именем? неважно, где он и неважно там есть он или нет, вот если он есть в этом файле, то сработает для него отдельный лист, если нет, то не сработает. Да, можно, но тогда надо будет делать в процедуре, которую мы описали, какой-то если, то есть и проверка шт.нэм равно такому-то имени, тогда делает тот и тот, иначе ничего нет. Я сейчас это делать не буду, потому что можно это показать на каком-то другом аналогичном примере. Значит, вот, пожалуйста, первое, автоматический запуск макроса может происходить при активизации любого из листов или какого-то конкретного листа. Но я предпочитаю независимо ни от чего описывать это в событии workbook shit activate. Если же нужно для каждого листа особые действия, описывать эти вещи в серии проверок. Объект ше, его свойства имя, например, анализируем и в зависимости от этого выполняем ту или другую операцию. Вот так. Хорошо. Дальше. Следующим событием являются вот такие события. Workbook shit change или workbook change, если это на каком-то конкретном одном листе. Это событие срабатывает, когда у меня происходит изменение в ячейках на листе. И workbook shit selection change это когда у меня меняется выделенный диапазон на листе. То есть идея такая, например, на каком-то конкретном листе я поменял данные в ячейках неважно где в любой из них сразу в нескольких ячейках что-то добавил или в конкретной одной у меня тут же срабатывает некое действие, которое ответную реакцию выполняет. Вот такая штука. Значит, интересна на самом деле такая возможность, а вот событие shit selection change она реагирует вообще на то, что я то одни ячейки выделю, то другие, то третьи. И получается ставишь курсор в конкретную ячейку, можно запускать макрос. Как это сделать? Ну давайте я попробую вначале shit selection change. Я сделаю так. Программирую это на уровне рабочей книги, но срабатывать будет только на каком-то одном конкретном листе. Пускай это будет у меня ну неважно лист под названием тест. Вот вот этот. и ячейка А1 я ее выберу, то есть напишу здесь заранее выдели ячейку. Выдели почему-то выдели. Выдели ячейку. И хочу чтобы человек, который выделит эту ячейку автоматически увидел действие какого-то макроса. Сейчас, как вы видите, ничего тут не происходит, когда ты ячейку выбираешь никаких действий. Теперь смотрите. Переключая Visual Basic в модуль всей книги выбираю объект Workbook, но событие под названием Shift Selection Change. То есть на листе изменилось выделение. Обратите внимание, у этого события у нас два объекта. Один объект Шея, это ссылка на лист. Мы уже догадались по аналогии с предыдущим примером. То есть на каком листе? второе Target S-Range это целевой диапазон, то есть это собственно то, что было выделено последний раз. Значит, я могу анализировать адрес выделенного диапазона в данном случае. И смотрите, как это будет выглядеть. Я говорю, что только на листе с конкретным именем, только для ячейки один это должно срабатывать. значит, вот я пишу небольшой if. if у меня шея точка name будет равняться имени листа этого and одновременно target адрес будет равняться адресу ячейки A1 then. В этом случае я что-нибудь напишу. я все месседжбоксами пользуюсь. Выбрана ячейка A1 на скобочке события workbook worksheet selection а теперь имя и адрес имя с учетом регистра то есть название листа тест вот я скопирую по умолчанию у нас учет регистра здесь работает адрес вот в таком формате не просто A1 в английской раскладке а со значками доллара просто свойство адрес по умолчанию имеет вот такую абсолютную адрес то есть это важно и теперь проверяю это событие у меня смотрите когда сработает вот я на любом другом листе беру ячейку A1 ничего не происходит на листе тест выбираю эту ячейку пожалуйста выбранная ячейка A1 сработала эта события естественно запускайте там все что угодно то есть у вас запускается какое хотите действие в этом случае вот такая штука получается но это selection change а вот мне хотелось бы показать вам еще примерчик следующего плана значит это у меня будет событие change очень интересный пример может быть полезен кому-то из практических соображений была такая у меня задача недавно когда есть некая таблица на листе лист да не важно как он называется вот в этой табличке ну обычно как у нас заголовок идет потом какие-то строчки с данными вот здесь напишу мои данные а во второй колонке но там была не вторая колонка а последняя колонка это дата последнего изменения у меня сейчас специально заголовочек просто здесь какой-то сделаю чтобы потом было понятно к чему я отклонил вот дату последнего изменения я сделаю сразу в формате даты и времени вместе с секундами то есть чтобы это было у меня полная дата время есть вот такой вариант с секундами вот не вижу чтобы были секунды придется дописать часы минуты или двоеточие SS еще секунды двоеточие это русский язык надо использовать ok вот это будет дата и идея следующая я меняю данные в первом столбце он мне по соседству прописывает когда это произошло с точностью до секунды ну можно было и одной датой обойтись но у меня сейчас все эти действия происходят как я это сделаю во первых это надо привязки к листу делать как мы будем привязываться по имени ну давайте назвать время изменений изменений пускай будет по имени вот дальше переключаюсь в visual basic на каком листе в какой ячейки умолчание отслеживаться для всех листов и для любых ячеек меня же интересуют изменения которые произошли только на этом листе и в соответственно первом столбце вот не знаю стоит ли мне это делать в целом для всей книги если индивидуально для этого листа что-то мне подсказывает что ладно я сделаю это только на этом листе поэтому пускай будет у меня лист время изменений и на нем я выберу worksheet и не selection change а worksheet просто change почему я это делаю здесь аргумент только диапазон таргет а имя листа в условиях если мне не надо будет тогда исключать ну меньше немножко программной копии покороче и смотрите как выглядит такая проверка значит я хочу при изменении в первом столбце листа в соседний второй столбец записывать дату изменения в любом другом месте исправление во второй колонке в пятой колонке как не обрабатывается я пишу тогда if target это диапазон в котором произошли изменения меня интересует адрес столбца это у нас свойство колумб и условия если этот столбец первый то тогда я делаю ссылку на ячейку по соседству причем если у меня менялись данные сразу большого диапазона то хорошо для всех ячеек этих изменений произойдет значит это получается удобная вещь я беру target и просто смещаю его адрес на следующую колонку 0 по строке 1 по стопцу и для этого диапазон задаю значение value равное в текущей дате времени вот такая маленькая процедура и посмотрите что она даст вот сейчас я это оставлю смотрите я вот здесь что-то меняем или вот тут или даже вот здесь никакой реакции а вот если я на этом листе буду менять ой что это он уже сработал секунду я прошу прощения а у меня видите что получилось события я перепутал selection change это просто выделяешь ячейку первого стола он пишет когда это произошло просто событий change как же я так промахнулся не знаю событий change аналогичный аргумент код я туда перетащу да эффект получился не специально неожиданный то есть у меня получается переход в ячейку фиксируется когда произошел нет я хотел изменений ячейки поэтому перехожу в ячейке на ячейку первой колонки ничего не происходит поменял тут данные он мне тоже показывает это было в 13.30 секунд а это изменения вот тогда а вот тут данные изменились вот когда это произошло и так у меня до конца а если у меня поменялось содержимое сразу нескольких ячеек можно же так сделать что у меня будет текст который я ввожу сразу во все ячейки ну так он у меня в соседней колоночке напротив всех этих изменившихся ячеек проставил одинакой вот смотрите как вам нравится такая автоматизация работы я не нажимаю никаких кнопочек в качестве пользователя я просто как обычно печатаю данные а тут у меня что-то заполняется желательно такой столбик куда-то в конце вставить и может быть даже сделать скрытым чтобы это не отвлекало и никто сюда вручную ничего не впечатал вот ну при желании можно поработать из защиты это 2 августа понятно да вот такая любопытная идея ну и наконец я отдельно упомяну событие которое очень простое но оно часто напрашивается запуск макроса в момент открытия в целом рабочей книги это у нас соответственно событие под названием workbook open не привязано ни к какому-то конкретному листу а привязано в целом к данному файлу есть сходное с ним событие workbook before close это срабатывает перед закрытием рабочей книги автоматически закрываете файл последнее что видите срабатывание данного события я могу оба их запрограммировать но просто обычными месседжбоксами это будет примерно так возвращаюсь вам модуль секунду модуль всей книги выбираю здесь из списка события в начале open где оно по алфавиту было вот оно и во вторых еще события before close и пожалуйста будет у меня месседжбокс привет от события workbook open то есть книга открывается а у вас там сами собой запускаются какие-то процессы открываются начальные окна а запускаются некие автоматические действия да все что угодно а это события before close которые при закрытии файла пробуем вот одна эксцельская книга закрываю файл пожалуйста привет от события before close теперь обратно пытаюсь открыть этот файлик и если при открытии я активизирую макросы или за я ранее у меня это было уже активно вот он сработал автоматически этот привет в момент открытия кстати я показываю вот эти вот месседжбоксы еще вот в какой цели будет интересно сами поэкспериментировать с другими событиями менее типичными точно так же можно попробовать пишите месседжбокс и убедиться можно в какой момент это сработает действие так ну что я смотрю уже по регламенту у меня время подходит к концу а я только на середине своего рассказа поэтому еще один способ запуска макроса в кратком варианте если интересно будет подробнее можно сделать продолжение этого семинара как бы более углубленным но я думаю достаточно будет одного примерчика чтобы вот эту вот идею почувствовать смотрите тут я запускаю максы хотя автоматическим способом но все-таки это вызывается действием пользователя то есть пользователь у меня должен перейти на лист должен выбрать ячейку либо должен поменять данные в той или иной ячейке чтобы эта операция все-таки произошла в конце концов открыть либо закрыть файл а то можно сделать процедуру которая сама будет запускать нужное действие с некой отсрочкой вот эту процедуру я как раз и продемонстрирую для этой цели мы сами можем использовать запуск макросов по расписанию у нас у объекта application application я напомню это в нашем случае в целом весь excel вот у объекта application в xl есть метод под названием он тайн это и есть то самое расписание запуска макроса то есть у вас заранее может быть создана процедура вы указываете время запуска этой процедуры и если нужно с датой конкретной тогда это будет разово запускаться если только время значит это можно ежедневно сделать с отсрочкой такой запуск ну и ссылайтесь на эту процедуру которую надо выполнить все дальше вам главное не закрывать xl если он будет открыт то этот таймер рано или поздно сработает как это сделать ну давайте я приведу коротенький пример это у меня будет процедура вот здесь вот в модуле у меня был привет от макроса вба запрограммирован а давайте у меня будет что-нибудь поинтереснее например я хочу сделать макрос который при запуске создает в книге новый лист и дает ему название текущее время часы минуты секунды прямо такое название дает вот как это будет выглядеть ну давайте маленькая процедура будет у меня называю новый лист так ну давайте так май вот так и я в одно действие буду это делать в этой книге waste workbook worksheets по идее это добавление листа а переименование это отдельная команда но оказывается есть возможность это сделать даже за один прием если тут же написать name для нового листа единственное что это должно быть сто процентов уникальное имя а поэтому я и беру в качестве имени время с секундами функция формат здесь мне понадобится потому что в стандартной настройке времени у меня там соответственно присутствует так я нау возьму в стандартной настройке времени присутствует двоеточие разделитель а оно не годится в качестве имени листа а здесь я его заменю каким-то нижним подсчетом то есть называться будет лист часы минуты секунды ну дату я добавлять не буду сегодня что будет если запустить данную процедуру вручную а вот что запускаешь процедуру она раз и добавляет мне новый лист и переименовывает его заодно сработало событие вы видели которое происходит при активизации листа с этим не могу ничего поделать возникает некоторый конфликт в данном случае нехорошо кстати потому что я не смогу продемонстрировать запуск с отсрочкой по времени так как он задуман у меня будет требовать каждый раз после вставки нового листа чтобы я окин сказал хорошо ладно где эта штука которая мне помешала в целом для всей книги вот активизация листа дать я закомментирую это действие чтобы оно не мешалось еще раз проверю мой новый лист запускаю данную процедуру на выполнение сейчас секунду вот здесь пожалуйста то есть он добавился и был переименован но у меня в промежутке каких-то прерываний не было и сообщений миссис а теперь мне необходимо что это происходило например несколько раз в день в 12 там в 30 в 15 в 0 в 18 в 25 не знаю или с какой-то определенной периодичностью как это сделать пожалуйста показываю значит мы это можем сделать отдельной процедурой которую при желании потом запускать вручную или привязать ее на открытие всей книги тут уж как вам нравится но я назову майстер и вот тут как раз мы и используем запуск действия со срочкой я пишу application . on time и дальше смотрите два обязательных аргумента early time это время самое раннее для запуска данного маккса есть еще аргумент latest time это самое позднее время запуска ну и собственно процедура это имя запускаемой процедуры значит по поводу самого раннего времени идея такая у вас макрос может не сработать ровно скажем там в 13.00 почему то что в этот момент вы редактируете какую-то ячейку у вас там моргает курсор пока вы не выйдете из режима редактирования все вот эти запуски приостановлены они ждут паузы и могут ждать бесконечно как только вы из этого режима освободились вышли тут же сработает данный макрос который все это время в состоянии ожидания был но если ожидание слишком затянулся можно сказать что если прошел какой-то вот период лаятистайм но тогда ладно не запускаю уже поздно это уже завтрашний день сейчас у меня такой проблемы не будет я специально не буду каких-то задержек делать и вот смотрю у меня на часах 18-23 но скоро 24 будет минут напишу здесь время 18 24 без всяких секунд а это имя процедуры это название вот и попробую стартовать а уже 24 24 30 давайте сделаем окей запускаю данную процедуру майстарт и смотрю ничего не произошло но ровно в 24 минуты 30 секунд сработает процедура майшит ставят мне новый лист с таким названием сейчас смотрю когда это произойдет надо какое-то количество секунд все-таки выжить пожалуйста сработало вот вы видели да добавился новый лист но эта процедура получается будет у меня работать раз в сутки потому что в следующий раз это произойдет через 24 часа если я к этому моменту Excel не закрою то он мне это запомнит если вот это вот событие так и будет висеть получается что он тайм это такой таймер который мы включаем для Excel пока сеансы работы с Excel не завершен интересная штука например некоторые задают вопрос а как запускать процедуру не в конкретный момент времени 6 там 30 чего-нибудь такого плана а запускать ее предположим со срочкой каждые там 10 минут каждые полчаса ну а в моем случае каждые там скажу 5 секунд тогда это может сделать следующим образом запускать ее каждый раз еще еще но время пересчитывать то есть взяли текущее время плюс тот интервал с которым надо запускать данную процедуру здесь потребуется рекурсивный запуск то есть вместо вот этой операции которую я попробую сделать давайте я назову это майстарт 1 я задействую вариант майстар 2 вот вариант майстар 2 будет выглядеть таким образом я беру текущее время и к нему добавляю еще какой-то интервал есть для этого удобная стандартная функция date add она позволяет работать с любыми интервалами с минутами с часами но в моем случае с секундами первый аргумент интервал значит в условных обозначениях я указываю секунды дальше сколько ну дайте 5 секунд это будет сейчас давайте 10 ладно и затем к текущему времени тайм добавляем это запуск каждые сколько-то нам секунд запускаться будет процедура которая добавляет мне новые листы вот она но при этом как только добавляю новый лист у меня стартует опять вот эта процедура май старт 2 но уже опять со срочкой от текущего времени через 10 секунд вот такая штука так да вот знаете я наверное по другому немножко сделаю чтобы не было путаницы сейчас пускай это будет май шип 1 и здесь она запускается именно тут без рекурсии будет просто запуск а разовый и все один раз запустить пожалуйста каждые 10 секунд тогда это пускай май шип 2 работает вот такая я теперь показываю май старт 2 запустить его можно любым из способов кнопочку нажав или автоматически при открытии файла как мы это делали то есть допускай при открытии файла у меня эта штука и стартует хотя это будет конечно больше похоже не на макрос а на вирус какой-то вы видите сейчас сами закрываюсь сохраняю закрываю ну а теперь пожалуйста открываю рабочую книгу у меня пошла строчка 10 секунд через 10 секунд у меня добавятся новые и сработает пожалуйста добавился и сработает процедура которая запустит опять выполнение этой операции через 10 секунд и так будет у меня происходить происходить вот уже 47 секунд потом будет 57 секунд и так далее и что интересно этот процесс невозможно остановить не закрыв Excel вообще потому что это у нас у объекта application я переключусь вижу убойщик но остановка не произойдет листы у меня так и будут создаваться здесь плодиться дальше вот как с этим бороться ну способов несколько либо вот это вот где у меня запрограммированные события листы он продолжает создавать ничем не мешает либо вот эта вот команда on time используется с дополнительным аргументом schedule где вы говорите ложь false таким образом отключаете данное событие которое запланировано но у нас здесь непонятно как его отключить потому что надо указать точное время вот отключи воспроизведение события в такой-то момент с какие-то часы минуты секунды потом второй способ прекратить это безобразие чтобы он мне листы не создавал в таком огромном количестве это закрыть полностью в этом случае все эти события сбрасываются и вот это действие on time у объекта application обнулились в следующий раз опять сработает потому что я его опрометчиво повесил на момент открытия файла то есть первоначальный запуск у меня в workbook open происходит что наверное стоило убрать вот здесь закомментировать вот такая штука ну было бы побольше времени можно было бы попрактиковаться и придумать массу интересных способов применения но я думаю сама возможность сама идея вас наверняка заинтересовала а поэтому можно попробовать это поэкспериментировать самостоятельно поделать я считаю что всегда можно найти применение этому для самых разных задач то есть не заставлять пользователя нажимать на кнопочки я его вроде отключил а нет я его не закрывал этот файл вот сейчас можно не заставлять нажимать на кнопочки а автоматически работа с ячейками уже будет вызывать какие-то действия а можно заранее создать расписание запустили макрос который потом с задержкой выполняет те или другие операции вот такая штука хорошо ну собственно я уже немножко выбился из регламента поэтому буду на этом потихонечку заканчивать свой рассказ ну а вообще говоря какие-то моменты связанные с сегодняшним нашим семинаром мы обсуждаем на пятом уровне и цель потому что вот это вот автоматическое автоматический запуск тех и других действий в цели он как правило связан с пользовательским формами то есть это во всех случаях удобно открываешь рабочую книгу или переходишь в конкретные какие-то диапазоны ячеек и тут выскакивает то или другое заранее подготовленное диалоговое окошко запрограммированное под те или другие операции то же самое событие связанное с таймером уже другой вопрос можно использовать для чего угодно а вот события связанные с конкретным листом и так далее я часто применяю для запуска пользовательских форм а эта тема как раз у нас обсуждается на пятом уровне но и отдельные там приемы которые я сегодня показывал мы задействовали например на открытии книги макросов мы сплошь и рядом программируем вот это событие workbook удобно к сведению тем кто у нас не проходя обучение на второй части макросов на VBA это Excel пятый уровень эти у нас курсы регулярно проходят все всего хорошего тогда успехов на этом мы заканчиваем субтитры субтитры Продолжение следует...